Рады витать! У Минску шмат моих улюбленных местов. Готый парк – одно из них. Видите, чему? Тут на березе раки растут загадковые древы – вербы. Про славянской мови это слово обозначало гнуткую, прослину, лазу. Как лечить этимологи, коронии этой назвы лежать глубоко у старожидности и в заходе до индоевропейской мовы, до корня ур, який обозначал гнут. У сучасной белорусской мове верба обозначает рослину у выглядзе куста, за разложастой кроной и гнуткими тонкими листами. Гетая слова мае давнюю историю, тому и поширена у многих славянских мовах. Грудностные слова, да слова верба, знаходзіць этимологи и у литовской, и у латышской мове, а так само у латинской мове, надеюсь, наприклад, слово вербена, якое обозначает дубцы лаура, а вербера – это дубцы, якими секли альбо карали. У живой белорусской говорцы слово верба сустракается у фразеологичном выразе – версті груши на вербе. Что же это значит? Гэтый фразеологичный выраз обозначает, говорить, что есть несусветное, несценейкое глупство. Яго фактично можно гэтый фразеологизм поделиться на неколькі часток. Деяслав версті уже сам по сабе обозначает, говорить, что есть неправдопадобное. Нават есть такий выраз – версті лухту. Груши на вербе. Речь, ну, совсем незвычайная. Гэтый выраз уживается для узмацнення ступеней неверогодности. Есть синоним, вельми распоусюдженный до фразеологизма версті груши на вербе – это смаловый дуб плести. Кроме того, есть выраз – груши на вербе растуть. Ну, наприклад, можно сустрець выраз – все ведаюць гэтого деда, ведомый Манюка, на всю вакулицу, у яго и груши на вербе растуть. Пропонуюсь постигать таемниці белорусской мовы разом. Знайшли цікавий фразеологизм – досылайте свои листы. Пишите, об яких словах, словозлученнях вам хотелось обдавляться более. Усяго доброго, бывайте!